Всем привет, друзья, с вами Маркович, и сегодня мы посмотрим на новое дополнение для игры Planet Zoo, которое называется South America Pack. Были добавлены новые виды животных, нас-то они и интересуют. Добавили милейшего обыкновенного капуцина, также добавили не менее милых и забавных лам, гигантские муравьеды, также были добавлены красноглазые квакши и прекрасные ягуары. Соопарк на сей раз у нас с вами будет небольшой, мы добавим в него только эти новые виды животных, чтобы на них посмотреть. Ну а начнем мы с вами на очень интересной карте. Вот на такой вот горе у нас с вами будет располагаться наш зоопарк, и вот на эту плоскость нам с вами нужно будет как-то его уместить. Ну что ж, давайте приступим, и для начала нам с вами нужно построить пару технических сооружений. Для начала построим комнату отдыха, домик смотрителя и центр обмена. Соединимся это с главной дорогой, чтобы у наших рабочих был доступ к ней, ну и надо приступать к строительству вольера, конечно же, нашего первого. Я думаю, далеко от входа отходить не будем, и построим прямо здесь его. Первыми в нашем зоопарке появятся гигантские муравьеды, для них-то мы сейчас с вами и будем строить вольер. Наймем наш первый персонал, и такого размера вольера, я думаю, вполне хватит для наших двух муравьедов, которые будут здесь жить. Ну что ж, работа потихонечку начинается, и мы с вами можем, в принципе, заселять их сюда заодно, и посмотрим, что им нужно будет здесь сделать. Да, я совсем забыл, что здесь нужно электричество, и сейчас будем этот вопрос решать. Поставил трансформатор и насос, теперь у нас должно быть все в порядке. Ну что ж, поехали дальше. Итак, нам с вами нужно что сделать? Нам с вами нужно заселить сюда животных, и под них уже все подстраивать. Им вода, я так понимаю, не нужна, но можно что-нибудь такое интересненькое. Будет все равно придумать какой-нибудь большой пруд для них сделать, они оттуда смогут и пить, в случае чего. Давайте повспоминаем заодно, как здесь и чего делалось, и займемся небольшим ландшафтным дизайном. Немножечко изменим все-таки ландшафт, чтобы он не совсем такой уж ровный был, но нужно не забывать, что это первый наш вольер здесь, да, и деньги у нас с вами ограничены. Как бы осталось 13 тысяч на секундочку, поэтому особо сильно не размахнешься. Ну, кстати говоря, можно вот такое вот небольшое озерцо им здесь замутить, и дальше уже смотреть, что им там нужно будет. Благо у нас позволяет это сделать наша ограда, и здесь вода никуда протекать не будет. Даже можно с этой стороны немножко воды добавить, смотрите-ка. О, а прикольно, кстати, мне нравится. Мне нравится, как это получается. Пускай будет так, пускай такая лужа у нас в парке здесь будет. Что-то я уже забыл, что здесь такие ветеринарки дорогие по 5 тысяч. Ей, жесть, это же все наши финансы. Но это нужное здание, поэтому давайте хотя бы коробочку такую поставим просто здесь, к нашему, к этому служебному корпусу. Вот, и все, чтобы просто оно было. Ну, теперь точно все, и можем заселять сюда потихонечку животных. Пошла перевозочка. Наши ребятки спешат уже скорее в центр обмена, чтобы переместить их в их новый вольер, конечно. Ну, и сейчас их только сюда заселят. Мы с вами сразу будем под них здесь все подстраивать, чтобы им было максимально комфортно. Но, опять же, насколько позволят деньги. Потому что деньгами пока очень все туго. Так, а где посетители, товарищи посетители? Будьте любезны, приходите. Давайте, зоопарк открыт. Можете спокойно заезжать и радоваться вместе с нами. Ну что ж, поприветствуем наших новых жильцов в нашем мини-зоопарке. Вот такие вот прекрасные гигантские муравьи. Только посмотрите на этих милашек. Какие у них хвостищи-то, смотрите, пушистые. Ух ты ж, боже мой. Они сразу побежали. Давайте посмотрим. Им, конечно, здесь вряд ли, наверное, нравится. Укрытия не хватает. Да, травы, как всегда у нас с вами. У острова вечные проблемы были, да? Низкая трава. А, тут, наоборот, нам нужно побольше низкой травы. И земли побольше желательно. Но высокой травы, в принципе, все равно сколько будет. Окей, давайте начнем делать. Песка можно тоже немножко добавить. Это хорошо. Я как раз хочу, где вы даем, сделать... Такое немножечко песочка накидать. Давайте мы с вами сейчас вот так сделаем. Чтоб она побыстрее здесь все закрасилась. И будем, конечно, следить за показателями, чтобы там нигде не переборщить, ничего лишнего не сделать. Но водоемчик у нас точно здесь будет песчаный. Все-таки тропики, все-таки Южная Америка, я думаю, как раз сюда подойдет. Да и наши муравьеды точно против не станут. Где-нибудь и здесь можно немножко побольше им пляжик такой сделать, песчаный. Вот, песочка. Отлично. Все, песок в пределах нормы. Больше им не нужно. Далее. Им нужно меньше низкой травы, да? А, наоборот, больше, больше низкой травы, да? Сейчас мы будем заменять. Ну, видимо, всю высокую на низкую. Ну, и немножко земельки им тоже нужно накидать, потому что земли им здесь маловато. Ну, это мы с вами сейчас сделаем. Есть такая вот рыхлая земелька. И как раз, я думаю, это она будет подходить к этому биому. Очень хорошо. Прямо видите, такие листья всякие разные и так далее. Поэтому сейчас мы с вами добавим немножко здесь земли побольше. Но, опять же, там же, где будут животные как бы ходить почаще. Ну, вот, уже что-то такое интересное вырисовывается. Итак, здесь их все устраивает. Место им завалить, им всего хватает. Укрытия им не хватает. Сейчас будем строить какое-нибудь. Покрытие, растения. Их, в принципе, тоже все устраивает. Им здесь особо вроде как ничего не нужно. Но мы, конечно, что-нибудь им поставим игрушки какие-нибудь, кормушки и все прочее. Кстати, не будем забывать про наш самый любимый объект с вами. Да, это мусорки для пожертвования. Точнее, урны для пожертвования, не мусорки. Мусорками их называть, я думаю, неправильно. Вот, чтобы люди могли жертвовать нам деньги. Наш зоопарк, естественно. И это, в общем-то, будет наша основная прибыль с вами. Давайте глянем, что у нас по природе здесь есть. Южная Центральная Америка, тропики. Всякие разные интересные растения. Кстати говоря, мангры, пожалуйста. Ох, ё-моё, какое дерево. Он такой здоровенный, он такой прикольный. Можно сюда куда-нибудь поставить его. И ко мне еще себя накидать. Ой, я думаю, это будет просто шедеврально. Так, давайте, давайте так и сделаем. Немножко утоплю чуть-чуть вот так вот. Пускай ведь растет. Так, сколько оно стоило? 180 долларов, ё-моё. Ну и ценники здесь у вас, однако, ребят. Но красота, как известно, требует ложей никаких, да? Ой, здесь и камни новые добавили. Смотрите, какая красота. С самхом как будто бы... Да, ой-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй. Как это здорово. А есть что-нибудь еще здесь? Давайте посмотрим. Давайте пошире откроем. Вот. Я и таких, наверное, и таких сейчас возьму. Вспомнить бы, как здесь все что делалось. А, ну, в общем-то, помню примерно, как оно получается. Так, ну и надо добавить везде камни. Конечно, разнообразных. Как же мы да без камней наших любимых, да? Которые нам, собственно, очень сильно помогают в изменении ландшафта. И в целом в дизайне этой местности всей. Ну, я думаю, муравьедам особо сильно много камней не нужно. Мы только здесь на склоне их чуть-чуть добавим. Вот. А тут посмотрим. Может быть ничего нигде больше не будем добавлять. Давайте вернемся к растительности нашей замечательной. И в фильтрах выберем континент Южная Америка все-таки. Чтобы им точно подходило. Вот. Как я уже говорил, их вообще все устраивает. Им вообще ничего не нужно. Но мы, скажем так, для себя добавим. Чтобы, когда мы сюда смотрели, у нас глаз радовался. Поэтому давайте прям здесь какую-нибудь классную клумбу красивую сделаем. Вот разнообразные растения. Смотрите, какие-то такие цветочки тоже красивые. Обалденные. Давайте их тоже здесь добавим. Немножко других растений. А есть что-нибудь такое более кустистое, что ли? А вот, смотрите. В принципе, тоже неплохие цветы. И они такие более пышные, что ли. Получается, их тоже можно здесь где-нибудь добавить. Но тоже не слишком много. Так, знаете, между камней чуть-чуть. Здесь где-нибудь по пляжу купустить. Немножко. Ну и я думаю, в общем-то и хватит. Можно добавить что-нибудь еще. Какие-нибудь деревья, может быть, маленькие есть. Тут и пальмы есть и все остальное, в принципе, тоже имеется. Вот это на воду можно. Можно, кстати говоря, пустить. Мне кажется, довольно будет неплохо смотреться. Хоть у нас с вами здесь водоем-то и небольшой получается. Но, тем не менее, сейчас что-нибудь подберем. Такое тоже не супер большое. Чтобы где-нибудь оно здесь у нас было. А вот здесь где такое? Около оградки, знаете, пустим чуть-чуть. Немножко заболоченная местность как будто бы, да? Тут отдельные прям можно даже пускать. Листья. Ну, опять же, немного, так совсем чуть-чуть. И что-нибудь такое, то, что можно было бы в воду тоже около воды посадить. Ну, я думаю, мангры, они подойдут сюда. Какие-то желтые деревья есть, ничего себе, смотрите. Ой, какие-нибудь яркие. Но довольно прикольные. Ой, цикропи появились раньше, не помню, чтобы они были. По-моему, их и не было раньше, кстати говоря. Тоже можно где-нибудь добавить. Парочку. Ну, так, знаете, чтобы были. В общем-то, здесь парочка, а тут парочка. Вот уже и лес как бы и получается. Так, для тебя только разных поставим. Какой-то длиннющий это, ну, ё-моё. Это, наверное, поменьше, который возьмём тогда. Здесь где-нибудь тоже воткнём. Вот так чуть-чуть. А я ещё нашёл своё любимое, кажется, растение, которым можно... Да-да-да-да, очень пышное. Вот, это с цивола. Им можно просто везде буквально всё засаживать, если хочешь, чтобы было пышно и красиво. Как мы с ними любим, конечно. Так, давайте-ка... Ну, здесь, наверное, смельтешить не буду всё-таки. Так, ещё чуть-чуть здесь добавим буквально пару кустиков. Можно даже разных. Ну, ладно, так как мы с вами здесь делаем что-то вроде клумбы, то давайте ещё добавим несколько видов растений. Я ж пока здесь всё не засажу, не останавливаюсь. Да, и деньги-деньги-деньги. Шесть тысяч остаётся. Надо как бы это... Повременить пока с украшательствами, потому что мы с вами сейчас без денег останемся. И потому всё, и зоопарк придётся закрывать преждевременно. А он у нас с вами даже ещё толком не открылся. Ну, ладно, сейчас ещё пара кустиков. И, в общем-то, я остановлюсь. Парочку вот таких, сколько они там стоят? Сколько они стоят? Недорогие, 50. Нормально. А есть поменьше, да? Ещё 30. 30, 30. Ну, давайте, мне 50 больше нравится. Ну, чтобы как-то, знаете, в вольер хоть немножко пышности добавить, в остальное это у нас... Там-то пышно вроде как, а здесь всё-таки совсем не густо, ничего. Ну, и для наших ребят пускай будет. И я бы здесь, на самом деле, тоже утопил, но сейчас мы с вами будем расставлять всякие принадлежности для них. Потом уже можно будет доделать ландшафт, в принципе. Я думаю, для первого вольера более чем достаточно всего. Всякого разного, тем более животные доволят, самое главное. Ну, укрытия пока что самые обычные, естественно, деревянные просто такие. Поэтому, я думаю, поставим где-то здесь. Только вот надо как-то будет сделать, чтобы оно всё-таки их укрывало. Я, наверное, здесь тогда уберу из чего-то окна, чтобы они не смущались людей, которые будут на них смотреть. Так, вот здесь поставим. Минус 200 долларов ещё. Отлично улетело. Вот, и спальные места им нужно тоже сделать. Здесь, кстати говоря, какие-то травянистые появились такие, смотрите, интересные, да? О, прикольно. Не только такое сено, как раньше было, но ещё и вот это вот. Для гигантского муравьи, да, оно подходит. У нас есть маленькие, есть средние, есть огромные. Я вот не знаю, каким нужно. Давайте, наверное, среднее возьмём. Вот такое вот. И тут их двое, как бы, они вдвоем будут жить. Может быть, ещё у них, надеюсь, малыши появятся. Давайте чуть-чуть. Накидаем им травы, где они смогут спать, на которой они смогут, точнее, отдыхать. В принципе, я думаю, этого и хватит им. Ну, я думаю, так хватит. Пару секций убрал, стекло. Хотя, ну, и здесь стекло-то, как бы, особо не нужно там-то кому смотреть. Ну, ладно, уж по кругу сделал и сделал. Окей, давайте вернёмся к нашим, всё-таки, подопечным, скажем так, да? К нашим вот этим милашным зверюшкам, которые радостно бегают по саму домику. И будем смотреть, что там ещё им нужно добавить. Давайте сразу по виду отсортируем. У нас биом, в принципе, здесь подходящий для них. Я надеюсь, что температуру править не нужно быть, поэтому ставить сейчас нагреватель и охладитель не стану. Нам нужны кормушки, нам нужны игрушки. А у нас, кстати говоря, нифига толком-то и нет. Для них вообще ничего нет, да? Только кормушки. Миска для еды большая. Миска для воды большая. Ну, что ж, тогда держите вам мисочку для еды хотя бы. Пару штук поставлю. Одну здесь, одну здесь. Будете кушать. Игруник пока для вас, извините, нету. Нужно их будет исследовать ещё. Ну и давайте вернёмся к ландшафту тогда. Я хочу немножко здесь, как бы, вниз сделать побольше, да? Но всё-таки они здесь бегают. Зверюшки наши, как бы, будет пускай немножко протоптана, что ли. Такая колея у них здесь до домика. Главное тоже не перебарщивать. Сейчас аккуратненько постараемся сделать. Потом подразгладим всё это добро. И будет, я думаю, нормально, в общем-то. За это тоже всё деньги берут, между прочим. Поэтому надо как-то тоже поаккуратнее, знаете, здесь махать кистью, так сказать. Так, вот это тут, конечно, огромное расстояние, для которого требуется... Точнее, огромное ровное пространство, которое требуется для миски. Это просто нечто. Чё он такой огромный, непонятно. Ну ладно. Не будем жаловаться. Давайте лучше сделаем здесь понормально. Я немножко, конечно, переборщил. Но сейчас оно всё уберётся, нормально станет. Плавненько, гладенько, ровненько, красивенько. Вот, в принципе. Ну вот так вот тогда и оставим. Мне это устраивает вполне. Им это никак не мешает, никому это вообще ничего не мешает. Здорово. Ну что ж, получается, нам с вами нужен научный центр ещё построить, да? Потому что мы без него ничего здесь не исследуем. И зверюшки-то будут здесь жить-поживать, конечно. Всё, у них будет хорошо. Это они пошли, видимо, водичку пить или они пошли купаться, или куда они идут, интересно. Ой, смотрите. Ему, наверное, удобно пить из пруда, да? Взял, просто окунулся туда и всё. Мордяк свой окунул и, пожалуйста, попил сразу нормально. И всё хорошо. Но вроде они себя хорошо чувствуют, за исключением, конечно, обогащения среды. А так вроде всё нормально у нас с вами получается. Боже, отряхнулся. Ну что ж, надеюсь, за ними тут будут ухаживать наши товарищи. Ага. Чё-то пришёл записывать. Иди покорми он там их. О, люди попёрли, люди попёрли. Отлично. От нифига себе толпа какая пришла. Только посмотрите на это. Давайте мы сразу им обучалок поставим. Пару штук здесь, пока не забыл. Чтобы они могли смотреть информацию про наших милейших созданий в зоопарке. Так, там один поставил. И где им? Давайте здесь один поставлю. Я думаю, этого, в принципе, пока что хватит нам. Вот. Электричество у нас с вами есть. Нам только нужно на это дело всё врубить. Гигантские муравьи. Да, пожалуйста, читайте. Смотрите. Информируйтесь. Денежки, как говорится, платите в урну. Сами знаете куда. Отлично. Ну что ж, зоопарк начал свою работу. Прекрасно. Давайте посмотрим научный центр. Центр, который стоит полторы тысячи. Ну это такой немножечко отделанный, скажем так. Есть просто коробочка за тысячу. Ну давайте коробочку и купим за тысячу. Что там будем выпендриться? Правильно? Правильно. Нам пока хватит этого. Нам главное, чтобы оно было. Чтобы работало, функционировало. А там уже посмотрим, как пойдёт. Так, дорожку давайте сразу сделаем. Такую-то необычную взял. Тоже какой-то новенький дизайн. Такого раньше не видел. Мозаичная дорога называется. Ну вот, всё отлично. Научный центр у нас с вами есть. Можем по идее исследовать начать. Да, отлично. Вот они наши муравьедики. Мы с вами сразу приступаем к изучению. Пока у нас один сотрудник, который может этим заниматься. Но я думаю, этого вполне себе хватит. Ну что народ, как вам нравится? Ну вроде денежки, вроде как потихонечку капают. Значит люди что-то оставляют. Как их здесь много. И вот они здесь сразу пытаются сныкать у себя в убежище. В своём укрытии. Ну естественно, столько народ на них смотрит. Я бы тоже пытался куда-то сбежать. Так, а вам еды положили? У него, конечно же, ничего не положили, да? Вот что ты здесь стоишь делаешь? Что это тут? До сих пор стоишь записываешь? А может ты пойдёшь это? Осматривает вольер. Выходит из вольера. Ну пищу ты будешь сюда складывать? Надеюсь, что да. Надеюсь, что так. Можно здесь что-нибудь добавить для красоты в вольере, на самом деле. Я так пока подумал. Главное бы, чтобы деньги не закончились. Это запросто у нас сами. Так, давайте посмотрим. Какую-нибудь красоту, да? Вдоль заборчика, цветочки, что-нибудь типа того. Для людей, конечно, надо будет тоже больше всего поставить. Скамейки, покушать, в туалет сходить, как обычно. Но это попозже даже сделаем. Пока пускай любуются. Так, вот здесь что у нас такое? Можем вообще со стороны людей это поставить, на самом деле. Не в вольере как бы. С другой стороны, люди как бы обойдутся. Животным тоже можно красивенько здесь сделать. Ну вот, как говорится, мелкие, а приятно смотреть, да? На них все равно. Давайте здесь тоже с этой стороны еще немножко поставим. Это все, конечно, минус деньги. Но ничего, ничего, ничего. Я думаю, что нормально. Люди воспримут наш зоопарк. Так, вот здесь можно и ставить. В принципе, там все равно ничего не видно. Получается. Вот. И главное, чтобы было все на виду. Ну что, денежки-то есть там у нас? Во, 560. Смотрите, неплохо. Здесь что-нибудь есть? 1400. Отлично. Просто превосходно. Здесь пока ничего. Ну, здесь люди особо и не доходят сюда. Поэтому, понятное дело, что здесь ничего нет. А нам бы с вами ларьки поставить какие-нибудь, да? Нам бы с вами еще это добро тоже как-то спрятать куда-нибудь. Ларьки, я думаю, мы с вами здесь сделаем. Потому что у нас тут как бы места совсем нету. Тут просто какие-нибудь деревья посадим, еще что-нибудь такое. Сделаем такой природный уголок. Здесь это спрячем. Тоже как-нибудь за чем-нибудь, за деревьями какими-нибудь. Ну, а здесь уже можно дальше будет строить по-нормальному. Ну что, как там наши ребятки себя чувствуют? Да хорошо, вроде им даже нравится, что вода-то есть. Вроде они даже очень не против. Не зря мы с вами сделали им лужу-то, получается. Так, а что второй делает? Второй тоже здесь ходит купается. Вообще никак накупаться не может. Меня больше интересует, когда им добавят еды. Алло, товарищ смотритель. Животные, может, там есть хотят уже, нет? Ну или как минимум пора он убрать. Уже, так сказать, пометил территорию. Давайте понаблюдаем за ним. Что он тут тусует, что он тут делает? Я очень надеюсь, что у нас с вами в скором времени какое-то исследование пройдет, и мы с вами сможем хоть что-то добавить. Потому что у нас вообще ничего нет для них, оказывается. Совсем. Вы только посмотрите на это водоплаващее. Какой прекрасный зверь, боже мой. По-моему, он очень кайфует от того, что у него здесь такое озерцо все-таки есть. Так что я думаю, да, не зря мы это все дело здесь построили. Ну что ж, животным нравится, людям вроде как тоже нравится. Потом еще чем-нибудь обязательно этим добавим, чтобы так пусто не было. Можно, конечно, пару кустиков, еще пару деревьев посадить. Как бы пока что, да, пока у нас за неимением, так сказать, другого. В общем-то, можно добавить хоть этого. Но для людей сейчас тоже надо что-то сделать, потому что если мы сейчас не поставим, они как бы посмотрят да уйдут, потому что как бы пожрать им надо, отдохнуть им надо, и все вот это вот. Хотя бы что-то простенькое здесь добавить. Ну, что касательно информационного ларька, то, конечно, мы можем его и здесь добавить. Все-таки прямо на входе, чтобы людям было удобно получать информацию. Сразу зашел в зоопарк и, так сказать, приобрел газетку, где все написано, что, где, как и зачем. Поближе поставим сразу. Так, плюс ларечек. Пожалуйста, заходите, покупайте. Много полезной информации для вас. Так. Отлично, тем временем мы с вами немножечко изучили гигантских муравьедов, и мы что-нибудь получили интересное для них? Вот это было бы, конечно, интересно узнать. Давайте посмотрим. Надеюсь, что да. Маркер с запахом травы. Серьезно, это все, что вы поняли о нем? Ну, хорошо, ладно, на самом деле, хоть так. 100 долларов всего лишь стоит. Давайте поставим, чтобы наши животинки радовались. Вот держите вам здесь, и, не знаю, вот здесь между деревьев поставлю. Чтобы как будто бы вы находились в дикой природе и всегда чувствовали свои эти родные запахи. Ну что, как вы там себя ощущаете? Лучше стало с этим? Во, уже хотя бы 50%. Уже что-то. Уже гораздо лучше. Уже веселее. Так, я все-таки не вижу, где у них еда. Почему-то им не переносят пока что. Кача, казалось бы, вроде бы домик-смотритель здесь недалеко. Возможно, просто потому что они есть не хотят сейчас. Что ты делаешь? Бродит бесцельно. Пища в экспозиции. Понятно. Ну, да-да-да, нам все трубят, что у нас средств мало. Ну, понятное дело, что мало, потому что мы все потратили сейчас на благоустройство нашего замечательного зоопарка. Но ничего, главное, что люди приходят, им нравятся. Они все радостные, довольные и счастливые. Это прям очень здорово. И, конечно, радует нашим животным. Ларечка имеет спрос. Понятное дело, что он здесь один-единственный. И нам бы сами что-нибудь здесь тоже придумать. Такое интересное, здоровское. Так-так-так, еще одно исследование завершено. Давайте скорее посмотрим. Надеюсь, что-нибудь новенькое появилось. Потому что, как бы, одного маркера, явно, мне кажется, будет недостаточно для животных. Так вот, с вольерок надо смотреть. Собачий мячик. Но, главное, что это им нравится. Давайте, давайте, хотя... Ну, давайте закинем, да, хотя бы, чтобы еще что-то у них было. А то совсем мало. Только один маркер лишь. Для разнообразия. Вот, все. Играйтесь. Давайте играйтесь. Потом вам есть что поменяем. А, еще вот большой мяч. Снежный шар, серьезно. Большой мяч пока не буду закидывать. И мне, я думаю, этого пока что хватит. Там уже посмотрим. Я хотел здесь что-то изобразить. Вроде небольшой какой-то площадочкой. Куда бы мы с вами поставили пару ларьков хотя бы. И люди бы смогли здесь заходить. И, так сказать, вкушать. Вот такая вот небольшая площадочка. Я думаю, больше нам с вами и не нужно здесь будет. Хоча бы один сейчас или два, не знаю, там три ларечку сюда поставить. В дальнейшем. Давайте напитки поставим. Естественно, туалет обычный самый буду ставить. Он самый дешевый. У нас с вами денег сейчас очень мало. Хоча бы такой поставить. Вот и что-нибудь еще было бы неплохо. Сувениры. Нас уже денег не хватает на них на самом деле. Поэтому пока обойдемся просто двумя зданиями здесь и все. Ну и, конечно, пару скамеек бы поставить по парку. Потому что все-таки люди-то как бы ходят на ногах. Устают, бедняги. Им нужно отдыхать. Давайте здесь скамеечку. Давайте здесь скамеечку. Конечно же, мусорки. Потому что мы знаем, что они очень сильно любят мусорить. И чтобы это предотвратить, им надо ставить мусорки. Чтобы они могли выкидывать в них мусор, казалось бы. Так, давайте здесь денег тоже поставим. Рядышком пока вот сюда закину. Там дальше посмотрим. Можно пару столиков поставить по 50 табаксов всего лишь. На все очень дешево, кстати говоря. Давайте один здесь. Здесь еще один. И один здесь. Я думаю, так поставим. Пока этого тоже будет более чем достаточно. Ну и здесь они смогут отдохнуть, прийти, посидеть. Так что у них будет, скажем так, мотив, чтобы прийти в эту часть зоопарка, как минимум. Небольшой, но все же. Парочку фонарей для пущей красоты и романтики, конечно же, добавим. Ну и люди уже идут сюда покупать напитки. Естественно, люди любят тратить деньги на всякое такое. Газировочки, бургеры и прочее, прочее, прочее. Ну что ж, зоопарк открылся. Люди пошли. Наши первые товарищи, которым здесь весьма уютно и комфортно появились. Надеюсь, их все здесь устраивает. Давайте посмотрим, как они себя чувствуют. Да, обогащение почти на максимум. Питание. Качество. Последним им качество не нравится. Но потерпите, друзья. У меня сейчас пока не особо богатые такие, чтобы прям вам сразу какую-то невероятную еду. Сюда посылать. Вот. Но в целом потом будем потихонечку, наверное, вам качество улучшать все-таки. Вот. Видите, и дворец просто сразу появился. И здесь все есть. И мусорки. Прям прекрасно. Прям замечательно. Ну что ж, друзья. На сегодня, я думаю, мы с вами завершим. Всем спасибо за просмотр. Не забывайте комментировать, нажимать на колокольчики. Ну, а мы увидимся в нашем зоопарке в следующий раз. Всем до скорого. И пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok.